Григорий Заславский мамту потрясения совершенно ни к чему. Продолжаем разговор, начатый публикацией РГ Театр Отель против Театра Дома. Весь ХХ век русский театр строился по чертежам Станиславского, Театр Дом. В новом веке возник соблазн дом снести, заменив репертуарный театр более экономичной и мобильной моделью театра гастрольного, театра помещения, где труппа собирается на один спектакль и потом распадается. И бушует спор двух концепций, у каждой свои преимущества, но у первой есть сильный козырь – национальная культурная традиция, сделавшая русский театр одним из лучших в мире. Наиболее острое выражение проблемы нашла в конфликте, который разгорается в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича Донченко. Его новый менеджмент предлагает строить, в сущности, принципиально другой тип театра и добро бы на руинах, но МАМТ – один из самых успешных музыкальных театров России. Суть конфликта изложили в РГ художественные руководители МАМТа Александр Титель, Феликс Харабов и Владимир Арефьев. Мы по-прежнему ждем комментарии их оппонента – гендиректора театра Антона Гетьмана. А пока тему продолжают ректор Гетиса Григорий Заславский и хореограф Юрий Пузаков. В опере «Война и мир», которую театр показал на гастролях в Китае, приняли участие китайские студенты. Фото – Валерий Самойлов. Публикация в российской газете, посвященная событиям, происходящим в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Донченко, меня потрясла. То есть буквально по Чехову, на сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Только в данном случае это я, как многие другие люди, обедаю, ничего не подозреваю, пью чай, как многие сотни и тысячи верных поклонников Стасика, как по-доброму для краткости принято называть в разговорах этот московский театр, а в это самое время за стенами театра, внутри кто-то, то есть не кто-то, а нынешний директор театра, как нетрудно заключить из публикации РГ, решает, в том числе и заменяя его, театра, судьбу. Вернее вернемся к Чехову. Не решает, а рушит судьбу театра. Андрей Максимов, театральный менеджмент, особая история. Он знает, как лучше. Нет, он человек в театре не случайный, известный. Антон Гетьман считает, что для театра так будет лучше, когда во главе его стоит интендант и всем рулит. До этого он много лет проработал заместителем генерального директора в Большом, и можно понять тоску по самостоятельному административному творчеству. Может быть, что он прав. Может, если бы речь шла о каком-то другом театре, не о музыкальном театре имени Станиславского и Немеровича Донченко. Или даже о нем, но не в его сегодняшнем замечательном состоянии. Сегодняшний музыкальный театр и складывался иначе, и сегодня живой и здоровый. Ему потрясение совершенно ни к чему. У него все в порядке с творчеством, публикой, признанием и наградами. В номере от 2 июля мы рассказали о сложной ситуации в театре им Станиславского и Немеровича Донченко. Интересно, в принципе, поговорить про театр-дом. Если отвлечься от прекрасно душных фантазий, придется признать, что театра такого давно уже нет. Он разрушен, подточен изнутри, причем не злыми кознями коварных финансистов или представителями Министерства экономики, а стараниями наших коллег, товарищей по театральному цеху. Исчез ли он окончательно? Нет, нам и тут повезло. Он существует, но уже не как магистральная линия русского театра. Счастливые исключения лишь убеждают в том, что театр-дом – изобретение прекрасное, хотя и не лишенное идеализма, но без идеализма театр, наверное, в принципе невозможен. Вот студия театрального искусства родилась, конечно, как театр-дом. И так живет на зависть остольным. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Донченко почти невероятное исключение исправил, поскольку музыкальному театру жить театром-домом в сто раз трудней, чем драматическому. Конечно, проще собраться, спеть и разбежаться снова. Проще, хотя и не дешевле. Александр Борисович – чтитель случай редкий, а может, и редчайший, поскольку он тянет живую традицию Станиславского и Немировича Донченко через своего учителя Льва Михайлова музыкальный, оперный театр, где режиссерская воля собирает и сплачивает выдающихся исполнителей. Где чувствуется стратегия такая сегодня редкость? Художественная стратегия, которая ничего не гарантирует, но в результате ведет от победы к победе, как пелось в одном из ранних вариантов советского гимна. Театр-дом изобретение прекрасное, хотя и не лишенное идеализма, но без идеализма театр, наверное, в принципе невозможен. Прочитав, какие страсти ныне разрывают мант, чем занята голова тетеля вместо того, чтобы думать о новых и старых спектаклях, я вдруг с ужасом понял, что угроза нависла над театром, для меня, как, не сомневаюсь, для очень и очень многих, очень важным. Ну вот первый пришедший в голову резон, все детства мы приходили сюда на спектакли с Дмитрием Бертманом. Не будь этого детского опыта, он бы, конечно, не смог построить свой замечательный геликон, свой театр-дом. Теперь это театры соперники, хоть у каждого своя судьба, но без такой состязательности, без своего пути у каждого театр, как, извините, институт, тускнеет. Опыт Стасика уникальный, поскольку Титель пришел сюда, имея за плечами успешный опыт другого мыстраяного своего театра в Свердловске. В Москве он не потерялся, не растерялся, скорее наоборот, сумел вдохнуть новую жизнь в находившийся тогда в кризисе театр после ухода учителя Александра Тителя Льва Михайлова. И мы вновь возвращаемся к разговору о живой традиции. В других театрах подобные попытки оборачиваются неудачей, а тут удалось. Он пришел и возглавил театр в 1991, без малого 30 лет назад. 30 лет живого театра. Пожалуй, только с Бертманом, с его геликон-оперой можно его сравнить. Но кому придет в голову при живом Бертмане переделывать его театр, переставлять на интендантские рельсы? Бред же. Почему же тут нет такого же естественного понимания, что это бред? Минус. Опрос. Каждый третий зритель спит в театре. Так странно. Порывшись в интернете, но не зарываясь слишком далеко и глубоко, наткнуться на интервью Антона Геттмана, который при назначении, давая интервью российской газете, говорил, руководитель это не командир, а помощник тому процессу, который налажен. Процесс не разладился за три года. Ну что говорить. Какой другой театр способен петь несколько вечеров подряд «Войну и мир» Прокофьева без приглашенных звезд, поражая, вызывая искренние восторги тех, кто пришел посмотреть и послушать. В этом сезоне отела в постановке Кончаловского и Коробовая «Влюбленный дьявол Тителя» и Владимира Юровского. И там, и там поют свои. Я все это к чему? Невозможно вернуть театр-дом туда, где его нет. Но зачем разрушать его там, где есть? Что не завещал Станиславский. Юрий Пузаков – хореограф, лауреат международного и всесоюзного конкурсов. МАМТ исторически входит в шеренгу великих творческих коллективов Москвы. Он был, в частности, известен оригинальными балетами, где главенствовал принцип танцующего актера. Для меня это родной театр, здесь я танцевал и начинал карьеру хореографа. Мне и моим коллегам обидно видеть, как на наших глазах балет утрачивает свою уникальную репертуарную самобытность, а театр превращается в прокатную площадку старых зарубежных, в основном одноактных балетов. После ухода из жизни хореографов, хранивших традиции театра, вакуум заполнили люди, пришедшие со стороны и не имеющие генетической связи с театром, его традициями, исторической памятью коллектива. Минус. Владимир Машков, в себе мне ничего переделывать не нужно. Бесспорно, показ балетов зарубежных мастеров необходим. Встреча с талантливой хореографией, пришедшей из-за рубежа, очень полезна, но нельзя формальный перенос чужих спектаклей превращать в практику. Балетная труппа театра стала напоминать ксерокс, копирующий поставленные ранее спектакли. Все это ведет к деградации труппы, отучает артистов творчески мыслить. Вдумайтесь, вот уже 19 лет на сцене Мамта не рождался ни один оригинальный многоактный балет, поставленный специально на эту труппу, последний, «Дама с камелиями», был создан Дмитрием Брянцевым в 2000 году. Театру давно пора обратиться к творчеству отечественных хореографов, организовать открытый конкурс на создание новых либретов, музыки и балетов. Европа и Америка стоят на страже своего культурного суверенитета, думают о приоритетном развитии своих национальных деятелей искусств. Что же у нас? Отвергая отечественных хореографов, мы не даем родиться новым Галейзовским, Григоровичам, Якобсонам. Не забудем, это не частная антреприза, а государственный академический театр, задача которого демонстрация достижений национального балета. Его основатели задумывали театр как лабораторию отечественной музыкальной сцены. Увы, нынешнее состояние театрального дела в балете не соответствует их завещанию. Культура театр Драматический театр филиала РГ столица ЦФО Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова